Начнем, так сказать, с такого анекдота, я бы сказал. Анекдот следующий. Я в свое время кому-то, ну, человеку не очень близкому к компьютерам, но компьютер видевший, скажем так, в своей жизни, я ему сказал, что я занимаюсь виртуальными машинами. Вот он, соответственно, спросил, а это что, ты автогонки, значит, делаешь на машинках? Вот эти вот. Ну, он видел где-то вот игры для компьютера в виде автогонок. Соответственно, решил, что виртуальная машина, в общем, является реальной виртуальной машиной. Вот не является. Я надеюсь, что вот к этой части лекции уже, ну, по крайней мере, процентов 80 уже поняло, что, в принципе, речь не пойдет о виртуальных автогонках. Вот, поэтому, значит, основным объектом нашего вообще исследования в рамках этого курса будет виртуальная машина. То бишь, конкретная реализация той или иной модели окружения. То есть, вот опять же, как я... А, смотрите, что это означает? Вручную машину? Я закажу. Что? Некар. Некар. Нет, Некар. Ну, я же с русским человеком говорил. Вот. Значит, соответственно, что это значит? Это значит, что мы говорим о конкретной реализации, то есть, все-таки не просто о абстрактной машине, а именно, то есть, если мы говорим, допустим, о машине Тьюринга, то это абстрактная машина. А вот если мы говорим о виртуальной машине, то чаще всего говорим о конкретной реализации той или иной все-таки модели окружения. То есть, той или иной виртуальной машине. Значит, включающий в себя менеджер ресурсов, позволяющий, собственно, эффективно адаптировать потребности приложения к доступным ресурсам. То есть, вот это, так сказать, будет наш герой, герой наших, так сказать, последующих лекций. То есть, это, конечно, вообще, вы, наверное, заметили, что нередко приходится определять вещи через то, чем они не являются. Но это, к сожалению, тоже беда рассуждения о некоторых таких абстрактных понятиях. Значит, теперь о чем мы, собственно, будем говорить дальше. Значит, вот как я уже упомянул, важным моментом, важным предметом для любого виртуализатора и виртуализации являются ресурсы. То есть, некая ограниченная сущность, которую многие хотят, но которая не всем достается. И, грубо говоря, способы достаточно простого предоставления доступа к этой самой сущности. Значит, кроме этого, реализация обратной совместимости. Ну, это понятно. То есть, необходимость запускать старые программы на новых компьютерах. Или просто программы для одних компьютеров на других компьютерах. Значит, контекст исполнения. То есть, то самое окружение, в котором, собственно, происходит исполнение. И которое как раз и является, так сказать, результатом работы виртуальной машины. То есть, виртуальная машина создает контекст. То есть, в отличие от исполнения, скажем, программы, которая обычно производит или потребляет какие-то данные, виртуальная машина, она скорее создает контекст, контекст существования для других приложений. Ну, значит, собственно, о самой концепции виртуальной машины. Также, если говорить о конкретных моментах. То есть, я все-таки постараюсь, опять же, держать этот курс достаточно в практическом таком русле. То есть, эта лекция, надеюсь, будет по большей части исключением. То есть, и дальше я буду говорить уже о более таких приземленных вещах. В частности, о виртуализации наборов инструкций различных реальных машин. О том, какие в них есть сложности. О критериях Пупака, Голдборга. Описывающих, собственно, вообще, в принципе, виртуализуемость того или иного набора инструкций. О системах управления памятью, то есть, собственно, сборщики мусора, системы виртуальной памяти. В общем-то, это тоже очень такой важный момент любой системы виртуализации. Автоматизация управления ресурсами. И вот тут я слышал буквально только что очень такой интересный диалог. Саша и еще кого-то, кого, к сожалению, по имени я не знаю. Диалог был как раз о порожнении кофемашины. О том, что, соответственно, на кофемашину была повешена надпись, что после использования надо опорожнить. Вот люди, и люди, разумеется, этого не делают. Вот это в некотором смысле типичнейшая ситуация вообще нашей жизни. Что если... Людям можно, конечно, установить 100 правил, но, скорее всего, они им следовать-то не будут. То есть, гораздо удобнее сделать кофемашину с автоматической системой опорожнения. Вот опять же, вот система управления памятью, это как раз... Сборщики мусора, это как раз вот то самое. То есть, та самая автоопорожнялка, которая упрощает жизнь программистов до такой степени, что они уже могут вообще не думать о том, что они делают. Что, собственно, и происходит. Это, собственно, к сожалению, обратная сторона языков, на которых очень легко программировать, например, той же Java. Также поговорим о высокопроизводительных системах исполнения инструкций. То есть, об интерпретации как базисной технологии, о Just-in-Time компиляции. То есть, не надо как-то по-русски правильно сказать. Компиляция времени исполнения, наверное, как-то так. А на лету, да? Тоже хорошо. И о непосредственном исполнении. То есть, о возможности, собственно, то, что делают многие современные виртуализаторы при возможности. Дальше, опять же, это уже фрагмент, больше связанный именно с виртуализаторами архитектур. Это поведенческая эмуляция аппаратных устройств, проблемы производительности и надежности. То есть, тут речь понятно пойдет о чем. Что в большинстве виртуальных машин они не предоставляют непосредственный доступ к устройствам. Что они делают вместо этого? Они создают программную модель, которая ведет себя точно так же, как ожидаемое аппаратное устройство. И в результате, так сказать, пытаются... Мы поговорим о том, как эти модели делать, почему их, может быть, делать сложно. И как делать так, чтобы все быстро и хорошо работало. Значит, также поговорим о разделении доступа к устройствам. В частности, о таких технологиях, как, например, BTD. То есть, виртуализация, собственно, доступа к PCI-ным устройствам. Значит, такая чуть более абстрактная по началу тема проблема безопасности виртуальных машин. То бишь, начиная с фазы дизайна, проблема верификации, которая, я так понимаю, здесь тоже была посвящена, в общем, по крайней мере, один курс точно. Я, опять же, не могу сказать, что я настолько хорошо все это знаю, но я знаю, как реально реализуются верификаторы, как реально достигается приемлемая производительность систем, которым действительно для исполнения необходимо верифицировать свои входные программы. Такие, как Java-машины. Также использование аппаратной поддержки для обеспечения гарантии безопасности. Тут я поговорю о системе защиты памяти, о привилегированных инструкциях и обо всяком таком прочем. Значит, следующая очень такая интересная тема, по крайней мере, для практики, это проблема производительности виртуальных машин. То есть, начиная от архитектуры, от создания высокопроизводительной архитектуры до фазы реализации и предоставления механизмов настройки, и, собственно, использования вот этих вот механизмов настройки. Это все фазы достаточно, с одной стороны, раздельные, но, с другой стороны, для создания реально функциональной виртуальной машины абсолютно необходимы и все. Вот. И всех их нужно сделать достаточно хорошо. И, к сожалению, последнюю фазу, в отличие... То есть, вот эту... Нет, нет. Так, в общем, вот эту вот фазу, которая предпоследняя проблема производительности, то бишь настройки или автонастройки, к сожалению, разработчики виртуальных машин часто сделать не могут. По той причине, что эту задачу должны рифать те, кто виртуальную машину, собственно, реально использует. Вот. И поэтому здесь я вот, опять же, поговорю скорее о... Так сказать, поучу ловить рыбу. То есть, поговорю о том, какими соображениями следует руководствоваться при настройке реальной виртуальной машины. Ну и, может быть, попробую упомянуть немножко о автонастройке. То есть, о системах с обратной связью, которые пытаются оптимизировать исполнение виртуальной машины в данной конкретной конфигурации. Значит, ну и, так сказать, чтобы не быть голословным, я и в процессе курса, но особенно в его конце, буду говорить о дизайне существующих виртуальных машин. Собственно, сначала я расскажу о достаточно простой виртуальной машине, виртуальной машине Ford, языка Ford, просто в качестве примера. То есть, нет никаких особых причин, почему это должно быть именно Ford, но почему бы и не Ford. Вот. А потом я скажу о двух виртуальных машинах, над которыми я работал по несколько лет, над каждой, поэтому знаю, наверное, достаточно неплохо. То есть, про виртуальную машину HotSpot для языка Java, то есть, реализующую абстрактную Java-машину. И про VirtualBox, который реализует конкретную архитектуру x86. Расскажу про их сходство, различия, про то, как вот все вышеописанные фрагменты, собственно, сочетаются вместе в продуктах, которые реально работают, которые вы можете загрузить и посмотреть, что они действительно делают то, что обещают. Вот. Ну, в общем, наверное, так сказать, для вводной лекции, я думаю, хватит. Вот. То есть, я сейчас с удовольствием отвечу на какие-то такие вопросы, если они тут не очень сложные и не про смысл жизни. Вот. И, соответственно, вот URL этого курса и, соответственно, мой почтовый адрес, если нужно чего-то меня спросить. Ну, вопросы? Ну, если надо, будут, но мне кажется, то есть, я надеюсь, я ожидаю, скажем так, вот слушателей, но все-таки достаточного уровня, так сказать, понимания. Ну, то есть, я же больше говорю об архитектуре. Говоря об архитектуре, конечно, можно написать код, но достаточно, это будет либо псевдокод некий, который можно точно так же написать русским языком, либо картинкой. Либо это будет, ну, как бы, я не знаю, какой-нибудь, может быть. Но я не знаю, для чего он, может быть, нужен. Я подумаю. Вопрос. Ну, я буду честен. Я не очень хорошо понимаю, чем занимаются люди, которые занимаются теоретическим компьютер-сайенсом. Я им сам не занимаюсь, поэтому, как бы, я его не очень хорошо знаю. Вот, поэтому мне будет стыдно читать вещи, которые мои слушатели знают лучше меня. Вот, поэтому я буду читать только о том, о чем я знаю. И моя работа, ну, по большей части, сугубо практическая. И теория привлекается лишь в те моменты, когда она нужна для того или иного практического момента. Что? Все? Спасибо тогда.